Приветствую вас! Ну, если мы говорим о том, чтобы перестать зависеть от мнения других, да, то разбираться нужно, конечно же, с тем, откуда это пошло. То есть, ну, разбираться нужно с тем, кто вам внушил этого. Это, кто вам дал такую установку, да? Вот. И, соответственно, смотрите, почему вы зависите от мнения других? Почему? Потому что вы не уверены в себе. Потому что, скорее всего, вас подавляли родители. Потому что, скорее всего, родители вам не внушили того, что вы достойны, от того, что вы самобытны, от того, что вы, ну, прекрасны, да? И, от того, что вы, в общем-то, достойны. Достойны, эээ, чего? Достойны того, чтобы быть собой. Достойны того, чтобы иметь целость, целостность свою. Вот эти установки, которые в вас заложены в детстве вашими родителями, необходимы менять. Это первое. Так, второе. Второе. Это принятие себя. То есть, то есть, то есть, насколько и почему вы не принимаете себя? Не принимаете свои особенности. Например, не принимаете свои индивидуальные черты, например. Ну и так далее. И так далее. То есть, эээ, тут много довольно есть моментов, довольно есть нюансов, да? Вот. Но, в любом случае, это принятие себя. Это принятие себя. Второе. Это невозможность. Невозможность действовать не так, как, эээ, значит, собственно, скажут другие. Почему? Потому что у вас нет ничего своего. У вас нет, эээ, ничего самобытного, ничего индивидуального. Вы идеальный социальный индивид, да? Вы идеальный социальный индивид, но при этом, как личность, как носитель, эээ, своего собственного выбора, вы, эээ, ничего не можете, эээ, предложить. Потому что, опять-таки, нет необходимой среды для того, чтобы вы, эээ, могли выбирать. Эээ, давайте подумаем. Эээ, чем, по вашему мнению, по вашему мнению, эээ, с точки зрения других, правильная. Для вас. Почему ваше мнение, эээ, менее значимо, чем мнение других? Вы говорите, боюсь, что подумают и скажут окружающие люди. Почему боитесь? Ну, подумают и скажут негатив. Подумают и скажут, эээ, что-то, эээ, такое плохое. И что? И что будет? Что произойдёт? Что, что случится? Понимаете, да? А, вас сравнивали. Вас постоянно сравнивали родители. Сравнивали родители, скорее всего, с другими. Из-за этого вы ориентируетесь на других. И вы, естественно, свои желания, свои собственные потребности постоянно подавляли только. Вы их, ээ, никак не реализовывали. Что, в общем и целом, ээ, ну, адекватно. Это, вполне себе, ээ, такая адекватная позиция. На, 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 надо заметить. Да? Вот. А какие они ваши, ваши желания? Какие они ваши потребности? А чем руководствуются люди, когда, эээ, ну, например, когда, когда пытаются вас как-то вот, может быть, принизить, может быть, как-то наставить на истинный путь. Да, и так далее, и так далее. То есть, вот это также очень важно понять. Вам. Вам это важно понять. для себя, в первую очередь. Почему, почему вы вообще считаете, эээ, почему вы вообще думаете, людям может быть важно, что, эээ, значит, что делают другие? Вот, как вы думаете? И в каких случаях, эээ, объективность этих людей может быть под вопросом? И насколько вообще могут быть объективны люди, если мы говорим о оценке, об оценке, того, эээ, что касается вас? Ну, то есть, об оценке, эээ, ваших действий, например, об оценке ваших, эээ, там, ну, эээ, ваших приоритетов. Почему вы, эээ, при, эээ, отдаёте предпочтение им? Почему? Вот, знаете, у вас отсутствует, по сути, это дело, да? Отсутствует, ээээ, критерий, отсутствует критика, критическое мышление. Оно у вас отсутствует. Его, просто говоря, нет. Понимаете? Нет крит... 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 критического насчисления. Нет конструктивной критики. Вы не мыслите... эээ... вы не мы... не мыслите... эээ... эээ... критически. Понимаете? В чём дело? Эээ... вот, я думаю, эээ... что, эээ... это и является, ээээ... основным моментом. Я думаю, что это и является основными важными аспектами, ээээ... значит, эээ... на которые вам... нужно будет обратить своё внимание. Ну, опять же, ээээ... по моему мнению. Как это видится мне, по крайней мере. Да? Понимаете, о чём мне... о чём идёт речь? Вот. Вот. Но вообще, это родительская установка. И очень-очень ээээм... ээээ... сильно. Хыыыыы.... Родительская установка. Вот. Поэтому, я думаю, что именно проработка этих аспектов вам, значит, и рекомендуется в первую очередь. Сказать по правде, однозначно, вот сразу, сразу, да, вы не избавитесь от этого. Это процесс, это процесс обучения, это процесс научения, вам необходимо мыслить критически, критически по отношению к себе и критически по отношению к другим, к себе. Значит, ну, к себе конструктивно, да, именно вот конструктивно я имею ввиду с позиции своей конструктивно. Вот, к другим, ну, так, тоже, в принципе, конструктивно. То есть, нужно именно, именно нужно критически мыслить. А вот критически мыслить, ну, научиться. И, опять же, если ваши родители не мыслили критически никогда, то и вы, и вы, скорее всего, мыслить критически тоже, ну, не сможете никак. Так, это не представляется возможным совершенно. Опять же, по понятной причине, да, нету средств. Нету, нету ресурсов такого типа, вот, нету ресурсов. А ваши родители, ну, понятно, если они не научили вас, вот, если они не научили вас, да, вот, ну, действовать, то нужно научить вас через консультацию. Вопрос в том, хотите ли вы этого. Понимаете? Вопрос в том, желаете ли вы этого. Вопрос в том, готовы ли вы работать в этом направлении. Если не готовы, ну, соответственно, можно помочь вам это сделать. А если вы просто обратились за рекомендацией, ну, к сожалению, простите, это не так просто и не так, не так быстро это сделать, к сожалению. Вот. У вас есть остановка, вы себе запрещаете действовать по-другому. Понимаете? Вот. И по-другому заботу своих родителей вы не воспринимаете. Вы себя не воспринимаете. Вы себя не принимаете. Вы ориентируетесь исключительно на других. На личные границы нужна работа, на ответственность нужна работа, да. То есть, вы вот, эээ, как бы, боясь того, что вас подумают и, соответственно, ориентируясь на, эээ, на мнение других людей. Вы, естественно, естественно, на них же перекладываете ответственность за своё счастье, за свой успех. Понимаете? Вот. Например, если у вас есть успех, вы его, вы говорите, что это не я сделал это. Вот, люди, если я, если у меня, ээ, неудачи какие-то, то это, опять же, не я, это люди, вот, мне так порекомендовали и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Так вам нужно сделать выбор. Вот, если вы говорите, что, эээ, значит, как перестать зависеть от этого. Перестать зависеть от этого для чего? Зачем вам это? Ну, вы можете так жить. Вы можете просто полностью, эээ, как бы, перестать ориентироваться на себя, и полностью начать ориентироваться только на, вот, мнение этих людей. И всё. Это тоже позиция, это тоже выбор. Но если вам, ээ, движет что-то, если вами движет желание, эээ, если вами движет потребность, например, эээ, потребность, допустим, в том, чтобы, эээ, как-то, эээ, самостоятельно стать, то нужна чёткая цель. Чёткая цель, что я могу, для чего, в каких условиях я работаю. Вот так. Только так. На самом деле. На этом всё. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Возможно ли вы поближе вам в Roman на плоте, на этом контlere Suppление Julie Presidentialושер. Спасибо за просмотр!